Олимпийские надежды под таким лозунгом в конно-спортивной школе прошли соревнования по конкуру, также посвященные Дню физкультурника. Строгая жюри оценивала время и частоту прохождения жакеями весьма восьми барьерных препятствий. Тему продолжит Александра Коваленко. Завершается разминка перед первым конкуром, в котором участвуют три опытных жакея. И вот дан старт, и на поле появляется первый участник, это Яна Скорикова. Грациозная и сильная, сохраняя координацию движения и выдерживая равновесие, лошадь тракиненской породы стела под управлением опытного наездника с легкостью, без штрафных очков, без завалов, преодолевает восемь барьеров высотой в один метр десять сантиметров. Окончив заезд, Яна поделилась с нами секретом успешного прохождения маршрута. Яна Скорикова показала лучшие навыки в первом конкуре, став победителем. Все участники соревнований стремились к победе, но не всегда точность выполненного прыжка зависит от жакея. Лошадь – чуткое животное, реагирующая на любой громкий звук и, как следствие, прыжок со штрафным очком. А бывает, что без видимых на то причин отказывается и вовсе преодолевать барьер. Очень здорово и очень прекрасно заниматься любым видом спорта, чтобы люди, которые еще не сделали для себя вывод, обязательно пришли в спорт, обязательно начинали готовить себя в хорошую такую физическую форму. Разрешить равные результаты во втором конкуре жакеев Сергея Коренькова и Яны Скориковой получилось путем перепрыжка, где были добавлены высота препятствия и каждая секунда была на вес золота. Удача улыбнула Сергею Коренькову и его четвероногому другу по кличке Дальга. Ну это все с тренировки, все тренировки, годы тренировок. Только это помогает. Но тоже это такой спорт, где очень везение большое должно быть. Бывает везет, бывает не везет, всем так. Ну вот у меня получилось, что мне повезло. Тем временем в конюшне идет подготовка к третьему конкуру. Для молодого жеребца по кличке Аштен это первые соревнования. Напевая песни и заплетая гриву в косу, Арина Новоселова настраивает своего четвероногого друга на безошибочное преодоление препятствий высотой в метр. А за победу своего любимца обещает угостить четырьмя килограммами свежих яблок. Мы долгое время занимались. И как бы давно к этому моменту шли, то что мы поедем на старты. И я хочу, чтобы сегодня его первые старты прошли на ура. И поэтому я его нарядила. Я ему заплела красивую косу. Нашла самый красивый вольтрап на нашей конюшне. И сегодня я думаю, что мы отъедем первыми. Как Арина задумала, все так и сбылось. Аштену достались обещанные яблочки, а она получила грамоту. Арине Новоселовой по душе пришлись лошади в пять лет. Мама всегда поддерживала интерес ребенка, покупая игрушки в виде коней и выезжая с дочкой на скачки. И сегодня она здесь, чтобы поддержать свою любимую наездницу. Очень счастливая. Я очень болела, переживала. То, к чему стремились, то мы как бы и получили. Но на этом день физкультурника не закончился, а продолжился играми, эстафетами и викторинами. Александра Коваленко, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Ужджигутинский район.